Не первый год идет реорганизация системы образования в России. Коснулась она и профессионального образования. 13 февраля 2013 года на базе Губкинского профессионального училища был открыт филиал Муравленковского многопрофильного колледжа. Мы расширили спектр образовательных услуг. Наряду с подготовкой квалифицированных рабочих кадров мы сейчас готовим еще специалистов среднего звена. Также расширилась форма обучения, разнообразилась форма обучения. Если ранее мы обучали только по очной форме обучения, сейчас мы имеем возможность обучения на заочном отделении. Педагоги прошли курсы повышения квалификации и стажировку. Теперь они передают знания, умения и опыт студентам с учетом новых требований и стандартов. Утверждены контрольные цифры приема на 2014-2015 год. И филиал колледжа будет осуществлять набор по программам подготовки квалифицированных рабочих. Это мастер по обработке цифровой информации. И по программам подготовки специалистов среднего звена. Это техническое обслуживание и ремонт автомобиля, а также техническое обслуживание, электрооборудование. Филиал выпускает специалистов востребованных рабочих профессий. Также в образовательном учреждении можно выучиться на специалистов среднего звена. Их готовят по новым учебным программам. В классах мастерских установлено новое современное оборудование. Для будущих электриков закуплена и смонтирована целая лаборатория. Тумблеры, датчики, микросхемы и штекеры. Ребята на практике познают особенности профессии, в том числе и учащиеся с ограниченными возможностями. Мы обучаем поваров для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И я думаю, что предприятию достаточно тяжело пустить к себе на территорию, рассмотреть данный процесс вживую. Поэтому дети у нас приходят в данный кабинет и просматривают этот процесс в онлайн режиме. В данном комплексе можно спокойно просмотреть весь процесс вяления, копчения, как колбас, так и рыб. В данном комплексе можно просмотреть, открыть все шкафчики, которые есть, просмотреть все процессы. Так как этот процесс достаточно долгий, можно провернуть, прокрутить время, то есть просмотреть процесс через 8 часов, через 10 часов и так далее. Чтобы молодые специалисты, выходящие из нашего учреждения, были высококвалифицированы и не только могли разбирать старые транспортные средства, ремонтировать их руководством нашего филиала колледжа, было решено купить новое оборудование. Диагностический центр для диагностики транспортных средств. На примере вы видите, у нас здесь по диагностическому центру, кроме того, что пришел сам диагностический центр, еще пришел автомобиль в разрезе, на котором мы можем провести операции. То есть проверить узлы и агрегаторы, чтобы наши обучающиеся научились проводить диагностику транспортных средств. Филиалом закуплены лицензионные программы по диагностике автомобилей Ford, Toyota и Lexus. Оплатная услуга по техническому осмотру транспортных средств позволяет научить будущих слесарей и разбираться в автомобиле любой марки. Это основные агрегаты автомобилей Ford нескольких марок. Ford Transit и Ford Focus. Этот класс сборки-разборки, где проходят практические занятия со студентами, где они уже своими руками могут собрать и разобрать основные узлы современных автомобилей, которые используются сейчас у нас в наше время. Большое внимание уделяют филиале Муравленковского многопрофильного колледжа и внеурочной работе. Наши студенты являются активными участниками внеурочной деятельности, они активные участники общественной жизни. Я думаю, что те, кто хочет добиться успеха, у него для этого есть все шансы в нашем образовательном учреждении. Изменился внутренний распорядок, более усовершенствованы и базовые знания. Мне нравится здесь учителя, здесь отношение к ученикам. Мне нравится то, что тут все для учеников абсолютно. И кружки, и секции, и бесплатные столовые. Абсолютно все для того, чтобы можно было учиться хорошо. Еще одно направление работы филиала – оказание дополнительных платных услуг. Их перечень также расширен. Филиал ведет набор слушателей по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации по следующим направлениям. Такие как повар, пекарь, кондитер, водитель категории B, водитель категории C, слесарь по ремонту автотранспортных автомобилей, оператор заправочных станций и многие другие. Также на базе Секонка в 14-м микрорайоне у нас предлагаются услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобильного транспорта. Высокое качество работы. Качество оказываемых услуг, новые подходы к преподаванию, самосовершенствование педагогов и мастеров. Все это способствует повышению качества образования будущих специалистов рабочих профессий и среднего звена. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского. Субтитры создавал DimaTorzok